ДАЧНЫЙ МИР ДАЧНЫЙ МАСИВА ДАЧНЫЙ МАСИВА Желательно даже утрамбовать для того, чтобы у нас было как можно больше талой воды, с помощью которой мы сможем осуществить ранневесенние посадки на нашем участке. И этой работой нужно заниматься как можно раньше, пока есть на участке снег. После того, как мы его наполним, мы будем спокойны, что у нас будет первая влага весной и приступим к другим ранневесенним работам на нашем участке. ДАЧНЫЙ МАСИВА ДАЧНЫЙ МАСИВА ДАЧНЫЙ МАСИВА Наполняем до верхнего края, можно с горкой. И переходим к следующей бочке. ДАЧНЫЙ МАСИВА Ну вот и все, емкости у нас наполнены, приступаем к другим работам. ДАЧНЫЙ МАСИВА делать. Прежде всего, пока есть снег, пока лежит, мы сгребаем присутствующий снег вокруг этих деревьев. Во-первых, это нужно, так скажем, для снегозадержания, чтобы под деревьями осталось как можно больше влаги. Они тогда у нас проснутся очень хорошо, напитанные влагой, будут почки, напитанные влагой, хорошо зацветут у нас по весне. И еще один немаловажный момент. После того, как мы накидали снег вокруг наших плодовых деревьев, ягодных кустарников, мы эту кучу, этот снег уплотняем. И уплотняем как можно прочнее, плотней. Для чего мы это с вами делаем? А для того, чтобы грызуны, мышки и крысы, которые, возможно, бегают по нашим участкам, которые роют норки в снегу, у них не было доступа к стволу этого дерева, и они его не прогрызли. Почему сейчас это очень важно? Потому что у мышей, крыс и других грызунов, у них сейчас пищевая база очень маленькая, практически нет. И они начинают повреждать кору деревьев, в общем, съедают все, что попадается на своем пути. Итак, мы продолжаем уплотнять вокруг кроны наших деревьев снеговую массу и уплотняем как можно сильнее. Сейчас погода нам еще позволяет сделать это. То есть днем корочка снега под солнышком расплавляется, растаивает, ночью она подмерзает, образуется корочка, и с помощью которой снег в этом месте тает не так быстро, уплотняется очень сильно, и туда грызуны не попадают, а снега в будущем влаги остается очень много. А теперь, дорогие друзья, мы это дерево будем приводить в порядок. То есть будем делать весеннюю обрезку. Берем обычный классический секатор и будем удалять те ветки, прежде всего, которые нам не нужны совсем. Что это значит? Мы будем освобождать штамп этого дерева до того места, где будут плодоносящие ветки располагаться. Все, что ниже, мы будем убирать полностью, потому что в нижнем ярусе плодоношения никогда не бывает, а силы эти ветки тянут. Дорогие друзья, а вот еще у нас появились бабочки. Это говорит о том, что все-таки мы, наконец, дождались весны, и все-таки у нас весна будет в этом году, и она уже совсем не за горами. Не забываем про технику безопасности. Одеваем очки и будем удалять все ветки, делать голый штамп, и ветки мы удаляем на кольцо, максимально приближенно к стволу. То есть вот таким образом. Режущей частью секатора мы должны прислониться к стволу и после этого делать срез. Так, и убираем все ветки, которые нам не нужны. Все, мы освободили штамп нашего дерева, и нам, во-первых, вокруг него будет легче ходить, обрабатывать, собирать урожай и так далее. И в этом месте, так как никогда плодов не будет, эти ветки не будут никогда тянуть силы, которые будут использоваться деревом для плодообразования. Теперь, следующий этап обработки. Мы должны проредить крону, улучшить ее инсоляцию и убрать те ветки, которые у нас тянут силы. Прежде всего, мы убираем те ветви, которые идут внутрь кроны, которые мешаться будут впоследствии, когда они вырастут большими. Кстати, этого дожидаться не стоит. И обрезаем эти ветки. То есть вот у нас веточка идет внутрь кроны, мы ее обрезаем на кольцо. Теперь обрежем вот эту ветку, потому что она растет тоже внутрь кроны и потом выходит параллельно на боковые ветки. И мы ее тоже с вами должны удалить на кольцо. На кольцо, то есть вот таким образом. Мы делаем опять режущим лезвием, прислоняем максимально близко к центральному проводнику и делаем срез, убираем эту ветку. То есть у нас должен получиться ровный классический срез. Почему очень важно сделать такой срез, максимально приближенный к центральному проводнику? Потому что такой срез очень легко зарастает и через него не проникает ни влага, ни болезни, ни вредители. Так как у нас на этом дереве ярко выраженный центральный проводник, мы здесь будем только выравнивать боковые ветки. А именно, мы будем убирать перекрещивания, в которых ветки располагаются вот таким образом, и те ветви, которые идут вертикально вверх, так называемые жировики, они нам тоже ни к чему. На данном растении есть вот такие побеги, которые идут вверх, они нам ни к чему, мы их убираем. И обратите внимание, есть коротенькие веточки, похожие на иголочки, на них, возможно, даже в этом году будут уже плоды. А те веточки, которые идут вверх, вот такие, мы их убираем. Здесь еще есть некоторое количество подсохших ветвей. Мы их тоже должны убрать, чтобы они нам не затеняли живые ветки. Вот она у нас сухая, эта вот у нас живая, рядом растет сухая. Вот мы ее убираем тоже на кольцо, максимально приближаясь к центральной ветви. Вот тоже сухая. Мы ее тоже убираем, чтобы она нам не мешала. Так, убираем еще вот эту вот ветку, тоже обрезаем на кольцо, потому что на ней у нас плодов никогда не будет, она растет вверх. Это ее убираем вместе с сухой. Вот у нас убраны теперь две ветки. А вот эти вот коротенькие веточки, на них, возможно, будут у нас плоды. Так как это у нас слива, у нее особые ветки плодоносящие, и мы их с вами трогать не будем. Теперь мы должны укоротить боковые ветви, которые у нас сформировались в том году. Боковые ветви мы укорачиваем вдвое, то есть напополам делим и делаем срез. Для чего это делается? Делается для того, чтобы увеличить количество боковых ветвей, на которых будет больше урожая. Обрезаем вот так. И мы делаем срез таким образом, чтобы почка, выше которой мы делаем срез, смотрела вниз. То есть она так называемая внешняя. И у нас побег пойдет вот таким образом. Если бы мы срез сделали перед вот этой почкой, у нас побег бы пошел вверх. И это называется как раз жировик. И из него, из этого жировика никогда ни плодов, ни ягод, ничего не будет. Ну и то же самое делаем с остальными ветками. Укорачиваем их напополам. И делаем срез на внешнюю почку. Та почка, которая у нас идет вне кроны, наружу кроны. И делаем все то же самое по всему дереву, по остальным веткам, смелыми движениями секатора. Нам за это растение только спасибо скажет. Соответственно, в верхнем ярусе, докуда мы можем дотянуться, мы тоже делаем такие же срезы. Все ветки, которые внутрь идут, мы тоже убираем. Вот эти вот ветки убираем. И последние ветки на самой макушке мы убираем, тоже обрезаем наполовину, чтобы у нас развитие боковых ветвей шло хорошо. Все, мы с этим деревом работу закончили. Теперь нам осталось единственное, что так как у нас грызуны все-таки на участке появляются время от времени, не забываем про технику безопасности. Одеваем перчатки. И сейчас можно по снегу, прям под дерево, будем высыпать отраву для грызунов. Это вот такие небольшие фильтр-пакеты. Раскладываем по периметру наших деревьев. Несколько штук. Немножко можно придавить их в снег. Ну и все. Точно так же мы поступаем с остальными деревьями. Так как мы уже насажали в большом количестве нашей любимой рассады, нам теперь нужно позаботиться о теплицах, в которые мы их будем высаживать. Итак, с чего же мы должны начать свой выбор теплиц? Прежде всего, мы должны определиться, из какого материала мы хотим, чтобы у нас была теплица и какого размера. В принципе, все садовые теплицы имеют стандартные размеры, но материалы, из которых они изготовлены, абсолютно разные. Начиная от алюминиевого профиля и кончая металлической трубой, крашеной, либо не крашеной. Те теплицы, которые изготовлены из алюминиевого профиля, они значительно дешевле тех теплиц, которые изготовлены из квадратной, либо плоской трубы. Почему? Потому что, ну, соответственно, материал более мягкий, более легкий, поэтому тепличка значительно дешевле. Бюджетный вариант. Но, если вы хотите очень надежную, очень качественную, хорошую теплицу, лучше выбирать, чтобы она была у вас из профильной трубы, то есть квадратная труба 20 на 20, 30 на 30, 25 на 25, либо, как в данном случае, эта профильная труба может иметь плоское сечение, то есть 10 на 20, 20 на 30 и так далее. За счет этого достигается абсолютная надежность и абсолютная надежность соединений. Расстояния между соседними вот этими поперечными могут быть разные, начиная от метра и заканчивая 0,6, то есть чуть больше полуметра. Чем чаще эти балки расположены, тем надежнее теплица, тем качественнее и лучше по вопросам ветра, по вопросам снегозадержания, то есть эта теплица будет намного надежнее, чем все остальные. Что здесь хорошо в этой теплице, то, что у нее торцевые стенки, так как собирать их не надо, они идут уже в собранном виде, они у нас цельно сварные, то есть мы видим здесь сварные швы, и их собирать уже нет необходимости. Еще один немаловажный момент, который мы должны учитывать при выборе теплицы, это каким образом и с помощью чего крепится непосредственно поликарбонат к крыше этого, так скажем, здания, помещения. Есть возможность крепления поликарбоната на саморезы с резиновой прокладкой, а еще есть вариант при помощи лент, специальных металлических лент, и поверх них уже идут саморезы. Те, которые используются с лентами, более ветрозащищенные, и при креплении только саморезами с резиновыми прокладками, нужно небольшое умение, поэтому, если вы заказываете теплицы такого плана, лучше для монтажа пригласить специалистов. Стоит это невеликих денег, но оно того стоит. Также некоторые теплицы могут еще оснащаться специальными форточками для проветривания. Там есть специальный гидроцилиндр при повышении температуры внутри теплицы, форточка автоматически открывается, при понижении температуры внутри теплицы и форточка автоматически закрывается. И не нужно вам ездить в жаркую погоду каждый день на дачу, вы можете спокойно установить эту форточку. Это, так скажем, дополнительная опция. Теплицы обычно продаются без них, но ее можно докупить и отдельно. Вещь замечательная. Теплицы из поликарбоната, и каркас обычно делается из металлической трубы. Но, соответственно, такие каркасы позволяют выдерживать достаточно большие нагрузки, как снеговые, так и ветровые. По форме в основном наибольшей популярностью сейчас пользуются именно арочные конструкции, потому что они имеют обтекаемость очень хорошую и позволяют делать теплицы неразборными. Что это значит? Это значит, что у вас цельная дуга идет прямо от пола и до пола, и такие же цельно сварные торцы, которые вам самостоятельно собирать не нужно. Они простые в сборке и, соответственно, очень удобные и долговечные в эксплуатации. На ассортимент производитель достаточно большой. Каждый делает все, что он хочет. Сейчас такой у нас рынок. Но мы рекомендуем делать и ставить теплицы из профильной трубы с течением не меньше 20 на 20 мм. Если вы хотите более прочную теплицу, это 25 труба, то есть 25 на 25 мм. Ну и если, соответственно, у вас нужна прочность, самая максимальная, это труба 20 на 40, причем погнутая в ребро. Оговорюсь сразу, то есть есть, так скажем, два больших лагеря по тепличникам. Кто-то предпочитает окрашенные теплицы, это полимерное покрытие. Кому-то хлебом не корми, дай оцинковку. Разница здесь в том, что оцинковка, она, конечно, подолговечнее. И в первую очередь из-за того, что у нее оцинковка идет с двух сторон. То есть труба оцинкована как снаружи, так она оцинкована и снутри. Полимерное покрытие защищает каркас хорошо, но изнутри каркас ничем не защищен. Также каркасы различаются по размеру. Если брать длину, то она может быть 4, 6, 8, 10 м, любая, кратно 2. Это, в общем-то, делается исходя из размеров листа поликарбоната. Ширина есть на рынке 2 м, 2,5 м. И есть достаточно большие теплицы высотой 2,5 м и шириной 4 м. Сверху каркас покрывается сотовым поликарбонатом. Как правило, это 4 мм. Обратить внимание стоит на следующее. Сам производитель, который делает этот поликарбонат, он знает о нем, конечно же, больше, чем мы с вами. И он вправе, как обоснованно, давать какую-то гарантию на свои листы. Мы рекомендуем ставить поликарбонат с гарантией 15 лет. И об этом прямо написано на листе без всяких подводных камней. Сейчас участились случаи, что пишут крупно 10 лет на листе. Но это срок службы, к сожалению, а гарантия всего лишь 5 лет. Это поликарбонат немножечко другого качества. Его тоже можно ставить, но служить он будет гораздо-гораздо меньше. Но листы идут двух форматов. То есть, во-первых, ширина у всех это ровно 2,10 м. Длина может быть как 6 метров, так и 12 метров. Такие размеры условны как раз тем, что размер стандартной теплицы – это ширина 3 метра и высота 2 метра. И вот чтобы покрыть такую арку, как раз достаточно 6 метров длины для поликарбоната. Исходя из этого, и размер листа поликарбоната. Завод прочных теплиц проводит распродажу до 18 апреля в филиалах «Самара» Сызрань-Тольятти. Огромный ассортимент теплиц, включая сверхпрочную теплицу «Титан Супер Цинк» из профтрубы 20 на 40. Завод прочных теплиц. По-настоящему прочные теплицы. Профильная труба, из которой изготавливается современная теплица, может быть окрашена различными видами краски, в том числе и молотковой, а может быть просто оцинкованная. Тут два момента нужно учитывать. Если вы в своей теплице планируете использовать серную шашку для обезвреживания внутреннего пространства вашей теплицы, то вам необходимо покупать теплицу именно с крашеной поверхностью. Почему? Потому что на оцинкованной поверхности при использовании серной шашки идет повреждение самого этого профиля. Поэтому в этом плане должны учитывать. Но еще и другой момент. Дело в том, что крашеная труба, она все-таки со временем ржавеет, и ее необходимо подновлять. Оцинкованная труба практически вечная, и ухаживать за ней практически нет необходимости. Что же еще нужно для нормального существования теплицы? Это, конечно, поликарбонат. Поликарбонат может быть либо сотовый, либо сплошной. Дело в том, что сотовый поликарбонат значительно дешевле за счет того, что он имеет в своем составе так называемые соты. Он значительно легче. На изготовлении его используется значительно меньше материала, и он лучше держит температуру, то есть держит тепло в вашей теплице. Поэтому обычно используют его. Для стандартных дачных теплиц используют поликарбонат от 4 до 6 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы она у вас служила более 15 лет. Также для нормального существования теплицы на вашем дачном участке необходимо основание для установки вашей теплицы. Это используются вот такие деревянные балки. Они здесь уже находятся с пропиткой. Мы их выкладываем за место ленточного фундамента. Ленточный фундамент из кирпича и из других материалов достаточно дорогой. А из деревянного бруса это очень легко, быстро, дешево и надежно. Для урожая картошки нужна картофельная формула. Картофельная формула ускоряет созревание, увеличивает крахмалистость и защищает урожай от проволочника. Удобрение картофельная формула – хороший урожай и защита от проволочника. Но на сегодня работы дачные закончены. А с вами была программа «Дачный мир» и я ее ведущий Дмитрий Летягин. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»